Всем привет, мои хорошие! С вами Майка Эмили и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Как вы поняли, у нас опять мукпанг. Это у нас пицца Доминос. Я взяла другую пиццу, но что-то очень сильно она похожа на пиццу папиронин. Что это такое? Здесь острый перец. Почему они меня вообще не предупредили об этом, а? Так, я буду эти перчики отсюда вынимать таким образом, потому что это ужас какой-то просто. Настолько сильно перченые перчики я еще не видела. Ужас. А так, в общем и целом, очень вкусно. Вчера мне в Дарик одна девочка написала вообще огромный текст, рассказ из своей жизни. И попросила его рассказать видео, сказать свое мнение на этот счет и так далее. Взяла еще вот такую вот маленькую колу. Но обожаю я колу, не могу. Из пиццы вообще идет на ура. В общем, она развелась с мужем. И у нее проблемы с финансами и так далее. И попросила вообще рассказать на тему разводов, как я вообще отношусь к этому. Хоть я никогда не была замужем. Мне кажется, эксперт из меня никакой, но все же. Я смотрю передачу, пусть говорят, прямой эфир, кстати, обожаю эти передачи. Смотрю их только на платформе YouTube. И там сидят эксперты. Ну типа. Тоже женщина. И начинают так осуждать женщин. До меня это вообще абсолютно не доходит. Какая бы ситуация ни была, я всегда поддерживаю женщин. Вот если взять все разводы, мне кажется, женщина просто так никогда не подаст на развод. На мой взгляд, опять же. Значит, ее что-то не устраивает. Вот элементарно нас мужчина обвиняет в том, что мы, например, им выносим мозг, правильно? Быть может, мы более эмоциональные, чем они, но... Просто так никто не закатывает истерики. Значит, женщину что-то не устраивает. Нереально вкусная пицца, если не считать вот эти вот острые перчики, которые все портят. Но, быть может, вам так больше понравится. Вы, например, любите что-то перченое. Я не люблю. Причем настолько перченое, это вообще-то есть невозможно. Я прям малюсенький кусочек попробовала, и у меня из ушей пошел пар. Моя подписчица рассказала ситуацию, что муж у нее не работает. Двое детей не хочет работать. Стоит ли уходить от такого мужчины? Я подумала, что будет очень интересно, если вы в комментариях напишите вообще свои истории из жизни. Стоит ли вообще уходить от мужчины, который просто не хочет работать? Она говорит, что он по специальности работу найти не может. А на другую работу не соглашается. До этого он работал. Но потом поругался там на работе, у него контракт закончился. Он работал в банке. Он рассказал, что около уже пяти лет он просто без работы. Мне кажется, нужно смотреть по ситуации. Если вы видите, что, например, он старается, и у него что-то не получается, это одно. А если он в априори просто делает вид, что что-то ищет, не собирается ничего делать, его все устраивает, он думает, что вы никуда не денетесь, он сильно ошибается. Вообще, иногда так интересно общаться со своими зрителями. Она рассказала прям вот от начала их знакомства, прям до этой ситуации. И попросила рассказать эту историю в видео. Я не знаю, будет ли вам это интересно или нет, но мне было очень интересно. То есть, по идее, они женились по любви. То есть, это тоже такой интересный момент. Мне кажется, любовь все-таки проходит, если нет взаимопонимания. Она готова была терпеть даже то, что он не работает, ничего не делает, не ищет работу. Но в последнее время он еще и начал пить. Это вообще ее вывело из клея. Например, моя бабушка считает, что самое главное, это не разрушить семью. Даже если мужчина не в адеквате, так скажем. Самое главное, чтобы дети росли в семье. Но с одной стороны, если вот так вот рассуждать, то если дети будут расти в семье, где родители ругаются постоянно, выясняют отношения, у них недопонимание, вот какие дети вырастут, это тоже надо учитывать. Поэтому я никогда не осуждаю женщин, которые развелись, и которые в очень сложной ситуации. Или, например, девушка влюбилась в парня, который, например, в тюрьме. Я никогда не осуждаю этих людей. Вообще мы женщины, мне кажется, очень тонкие натуры. Ну, в общем, я скажу женщине, там начнутся комментарии. Сколько тебе лет? Тебе, наверное, за 30 раз ты назвала себя женщиной. Может, мы более эмоциональные, более ранимые, мне кажется. Вчера у вас спрашивала, в инстаграме, кстати, обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Там я стараюсь всем отвечать. Ну, в общем, вчера я у вас спрашивала, сделать мукбанг с Макдональдсом или с пиццей. Большинство проголосовало за Макдональдс. Потом мне в директ писали сообщение, где пицца, давай пиццу, тоже я голосовала за пиццу. И я решила сегодня тоже пиццу снять. Вообще, в инстаграме я стараюсь всем отвечать, но у меня это чисто физически не получается. Сегодня я как-то встала в 7, и мне не спалось, и я зашла в директ. Ответило, наверное, ну, 30 человек. Я просто всем отправляю голосовые сообщения, потому что печатать это долго. Люди так радуются, когда я им отвечаю, блин, это так приятно, когда-то я мечтала об этом, когда у меня было 30-40 подписчиков. Я мечтала, что мои зрители мне будут писать. А насчет вообще браков, разводов, напишите, пожалуйста, в комментариях. У ваших подруг, может быть, были истории. Иногда я читаю, особенно большие комментарии, обожаю читать. Кто-то рассказывает какие-то истории жизни, из своей жизни. Под одним из моих видео одна моя подписчица написала, что она 12 лет прожила с мужчиной и с тещей. И с тещей у нее были просто замечательные отношения. Муж ушел вообще к другой женщине, а они дальше продолжали жить с тещей. То есть с тещей были настолько хорошие отношения. Я, конечно, сидела, читала. Думаю, прикольно. Муж ушел к другой, а ты живешь с его мамой. Знаете, это тоже какой-то, мне кажется, опыт. Ты учишься на чужих ошибках. Вообще, я призываю всех быть добрее. Иногда читаю комментарии у себя. Там у девчонок, у которых стоит аватарка, я как-то запоминаю их. Поэтому ставьте аватарки. Захожу, например, к Верняевой и смотрю, мне написали очень много хорошего, да, этот человек. Захожу к Верняевой и смотрю, этот же человек и Верняевой что-то хорошее пишет. То есть человек излучает добро. Это на самом деле очень круто, на мой взгляд. Мне кажется, это просто счастливые люди. Когда человек счастлив, он никогда никому не завидует. Он не хочет никому написать какую-то гадость. он не хочет никому испортить настроение. Я замечала, вот люди, которые у меня, София там есть, девчонка, которая всегда мне пишет комментарии. Смотрю, где-то по другим видам тоже вижу, что-то позитивное напишет. Я желаю, чтобы таких людей было больше. Вы знаете, где-то дня два назад мне очень сильно нагрубило, ну как очень сильно, ну неприятно, да, как-то меня нагрубила продавщица в супермаркете. Так получилось, что она дала мне сдачу правильно, а я неправильно посчитала. Я сказала, что мне дали неправильно. И она сказала мне, ты что, слепаешь что ли? Говорит, не видишь? То есть, это было как-то грубо с одной стороны, да. Я пересчитала и сказала, извините, говорю, я неправильно посчитала. То есть, я могла бы начать как-то со мной разговариваешь, не знаю, начать как-то там выступать. Но я понимаю, что человек, который работает в супермаркете, он видит очень много таких людей, как я. Приходят и адекватные люди, и не очень адекватные. И со всеми нужно как-то общий язык найти, и она устает больше, чем устаю я. Поэтому, я призываю вообще всех вас быть чуть-чуть добрее. Не знаю, у меня сейчас какое-то такое настроение. Я начала задумываться о жизни. Всегда кому-то хуже, чем нам с вами. Ну, посудите сами. И всегда относитесь к тем людям, которым хуже, чем вам. С добротой, с пониманием, а не с высокомерием. Кстати, между прочим, как вам моя перческа новая? Вот некоторые комментарии меня действительно заставляют задуматься. Одна девочка мне написала, что... Я только про комментарии говорю. Мне говорят, Айка, у тебя на каждом видео одна и та же прическа. А вы знаете, это слово мне каждый день говорит моя мама. Просто мне кажется, если я буду что-то там придумывать, я буду выглядеть как-то нелепо, как-то по-детски. Перед видео там сделала кучу причесок. Смотрю на себя в зеркало и думаю, как-то не, не то. Скажут, вот с ума сошла. Сразу скажут это, скажут то. Вот вы думаете, ваши комментарии никак не влияют на меня, на самом деле это не так. Даже элементарно, когда я одеваю какую-то кофточку, я сразу думаю, а что мне напишут в комментариях, если я это одену? Пицца нереально вкусная просто. Пожалуйста, можно я один раз сделаю? Обожаю так делать. До такой степени обожаю, что недавно была на дне рождения, я вам говорила, да, всем давно так издеваются. Там принесли Цезарь салат с креветками одному парню. Ну, знакомому, да, я просто на дне рождения, там компания большая, и он начинает кушать и делает так. Все надо мной так стебутся уже. Поэтому я завязываюсь. Но с канала нет. Такая маленькая кока-кола у нас стоит 40 копеек. У-ля-ля! Как-то вспомнила. У-ля-ля! Надо мной куки приготовить пиццу. Здесь опять этот острый перчик напрягает у меня. Что это? Люблю пить. Извиняюсь о звуке. Но это было прекрасно. Я на каждый раз думаю, когда что-то говорю, я это уже говорила или нет. Представляете, каждый день снимаю видео и считайте, полчаса просто так болтаю с вами. Но я даже не запоминаю. Я вот говорила эту историю, я рассказывала про это. кто-то не ест эти края. Но я голодная. Ну-ка-то не ест эти края. Опять, ребята, что вы думаете? Опять я забыла обложку. Ну, блин, блин, ну почему? Когда я захожу в Инстаграм или в Ютуб, для меня проходит одна секунда, я смотрю, что прошел час. Раньше мама меня не понимала, но потом я ей создала аккаунт в Инстаграме. И теперь она тоже залипает в телефон. Раньше всегда мама обижалась на меня. Говорит, вот ты постоянно в телефоне, в телефоне. А сейчас мама меня понимает. А сама тоже постоянно в телефоне. Я люблю. Мне кажется, я знаю, что надо делать. Я люблю. Я люблю. Потому что это оченьwatchная тюрьмы. И сочной тюрьмы. И вот она, я жалоб. И я люблю. Сочной тюрьмы, и я люблю. Смотрите продолжение в следующей серии. Если честно, я не могу сказать, что я прям наелась, но могу сказать свое оправдание, что это средняя пицца, она не очень большая. А на этом все, я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. И давайте под этим видео просто будем рассуждать, я буду обязательно отвечать на комментарии. Рассказывайте какие-то свои истории касательно разводов, браков, может свой жизненный опыт или истории ваших знакомых. Так что обязательно пишите. А я вас очень-очень сильно люблю, обожаю. С вами Вайка Эмери, всем желаю удачного дня, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok